Действующие лица конфликта. Общество «Базаэнерго» и «Бетонный завод». Оба предприятия входили в состав Рудоуправления и примерно 10 лет назад получили юридическую самостоятельность. Сейчас оба имеют одинаковый статус – общество с ограниченной ответственностью. «Бетонный завод» нуждается в теплоэнергии, которую вырабатывает ТЭЦ, конкретно в паре. Летом потребление поменьше, зимой побольше. Предприятие обогревается паром и использует его в технологическом цикле. Как многие потребители, имеет долги перед поставщиком теплоресурсов. Проблемы начались в декабре. Бетонный завод не сделал установленную по закону предоплату за ноябрь и не рассчитался полностью за энергию до 10 декабря. Оба «Базаэнерго» направила ему несколько предупреждений. В итоге 28 декабря завод проплатил больше половины долга, но 31 декабря вентиль все же перекрыли. Предупреждение о том, что нас отключат, было положено в сторожку. Мы даже не в курсе были этого. Акт положили нам в одностороннем порядке, нас отключили от отопления. И до сих пор не включили. Часть воды из системы отопления удалось слить, но в подземных коммуникациях она осталась и, вероятнее всего, превратилась в лед. Так что быстро восстановить нормальную работу бетонного завода вряд ли удастся. Персонал предприятия был распущен в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработной платы. Мне сообщили об этом 2 числа, что здесь отключена вся паровая система. 11 числа мы пришли, на самом деле это так, и нас распустили до выяснения обстоятельств. Пока на месяц, до конца месяца. 26 человек временно остались без работы. Предприятие не выпускает продукцию. Это примерно полсотни видов железобетонных изделий для ведущих стройкомпаний Хакасии. Но у Абаза Энерго своя правда. Они считают, что энергия – это вид товара, за который надо платить. Причем расплачиваться полностью, а не частично, и уверены, что закон на их стороне. Суд примет решение, кто прав. Ну, они считают, что они правы. Хотя ни одного возражения. Вот всегда, мы же не первое предприятие отключаем, мы еще семь предприятий также отключали по Абазе в 2015 году. Но всегда, если кто-то считает, что мы не правы, пишут возражения, пояснения. Какие-то пишут графики, рассрочки этих платежей, еще что-то выходит на руководителя. Здесь же молчок, ничего не было решено. Они посчитали, что они правы, и разморозив это оборудование, ну, Абаза Энерго будет восстанавливать. Мы считаем, что мы правы. Конфликт пытались порешать на различных совещаниях, в том числе и с представителями прокуратуры. Прокурор ограничился таким комментарием – спор хозяйствующих субъектов. И этот спор будет решаться в арбитражном суде. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.